3 апреля 2022 года. Соцсети практически всех стран потрясли мир ужасающими фотографиями, не поддающимися здравому описанию. По словам журналистов, фото были сделаны на улицах города Буччи, а виновники тех зверств – русские солдаты. На следующее утро я выложил пост в инстаграм, выражая соболезнования бучанцам и заявляя, что убийцы мирных жителей будут судимы справедливым и страшным судом божьим. Насыпало свыше тысячи комментариев, сотни из которых в агрессивной форме убеждали, что все те кадры – фейк, а траур – постанова. Для моей семьи Буччи – это не просто герой новостных лет. Здесь мы прожили 4 незабываемых года, приобрели уютную однушку в новострое, я получил высшее образование в духовной семинарии, да и в целом с этим городом нас связывает море теплых эмоций и воспоминаний. Я был искренне убежден, что фото не лгут, однако говорят, в эпоху информационной войны единственный шанс узнать правду – это услышать историю из первых уст. Именно поэтому мы с друзьями решили лично приехать в Буччу, пообщаться с очевидцами и на свою камеру запечатлеть реальную обстановку в теперь уже не просто родном, но и знаменитом городе. Этот фильм не похож на остальные ему подобные. Здесь вы не услышите матерной речи, не увидите жести, которые могли бы лицезреть. Мы не планируем разжигать сильнее и без того ярко пылающий огонь ненависти к российскому народу. Все, что вы услышите – это живые истории, а точнее – истории выживших, открывающих правдю. Субтитры создавал DimaTorzok Еще за несколько километров до места назначения перед нашим взором предстала весьма печальная, невиданная доселе зрелище. Повсюду выжженная трава, оборванные высоковольтные провода, расстрелянные машины, уничтоженные промышленные здания и торговые центры, разграбленные магазины и заправки, жилые дома с разбитыми окнами, проломанными крышами, а порой и вовсе разрушенные до основания коттеджи. Но как выяснилось, все эти мрачные кадры были лишь плачевной прелюдией к реальным ужасам послевоенной разрухи. К тому же глубина трагедии войны не столько в руинах, сколько в сердцах выживших мирных жителей, перенесших весь этот ад. В первом день, как был бой, это в окно вибило, часть снаряда попало, это в окно вибило и двери вибило. И половину криши было уничтожено, потому что я упала на пол, если тут танки стояли, и наши их били, и танки тут стояли, это просто ужас, которые можно передать. Останковые, из орудий тут, это самое. Я же говорю, хата моя больше месяца вот так вот ходила. Как карточный домик, я думала, что меня завалить и привалить, и все. Были бои, и они обстреливали жирпень. И уже так стебнило, а я лежу и говорю, Господи, спаси и сохрани, спаси и сохрани. Чую, мне что-то бахнуло, бабахнуло на кришу. Велезла на чердак, уже какая-то ракета, или что воно такое. Я бачила, огонь летит на мой дом. Это просто чудо, Бог сделал, что я осталась жива, и хата не загорелась. С той стороны у меня все потолки мокрые. Я просто в это самое, в конце войны уже пішов дождь. Я просто лежала, и на меня просто капал дождь. Крюйонкой накрывалась. А что ж это за крюйонкой? У меня как раз диван стоїть там, где снесена эта крыша, и где капало. Ну даже и за клятым врагом, если бы были, я бы такого ужаса никогда не пожелала. Осталась я голодна, холодна, без світу, без газу. Лекарство закінчилось, я гипертоник, у меня больные ноги, больный позвоночник, у меня лекарство. Это было так тяжело, что это вообще не передать. Сижу на кухне, на колясочке, чую, бэмс, бэмс, бэмс. Я чую тяжелым автоматом. Ну я и не стала подходить, даже до Добрея боялась. Они обошли, давай, сука, все векно. Двоих подошло. Один був в російськом форме, такий, танкист видно. А другий був, куртка обычная, шапочка. И один и другий сказал, что с автоматами это самое. Рация, и я чую, я тебе говорила, ты не туда повернул, ты не туда повернул, куда ты повернул, зачем ты туда повернул. Я думаю, буду тоже с ними на російськом языке говорить, бо узнают, что это самое, что украинка да пулю лов, да и все. Я говорю, молодые люди, что вы хотите? Мы хотим зайти до вас посмотреть. Я говорю, что вы будете у меня смотреть? Живу одна, тут нечего смотреть. А мы посмотрим, может вас тут кто-то прячется. Давайте мы зайдем. Я потом уже начала плакать и начала сильно кричать. Говорю, уходите отсюда, уходите, пожалуйста. Я говорю, боже, дай мне уже смерти, я уже не могу так тяжело, я уже не могу переживать. Я так хочу тишины, тишины хочу, чтоб не стреляли, взорвались эти снаряды. Чтобы уже победа пришла, чтобы тишина достала, я не могу, я говорю, нервы не выдерживаю. Крыши нет, крыши над головой нет. Когда оно теперь сделается и когда оно что? Вот так холодно, как на улице. Окно, пленка, она же не греет. Вот так я прожила больше месяца. Я не знаю, как я выдержала. Это улица Вокзальная. По этой улице каждый день на велосипеде я ездил на учебу в семинарию. Дома, которыми можно было восхищаться несколькими месяцами ранее, сейчас в полной разрухе. По обе стороны вы можете наблюдать руины. Эти все дома я знаю очень хорошо, потому что еще раз, был здесь каждый день. Сейчас вы сами можете наблюдать машины, которые остались здесь. Дома, всего этого уже нет. Справедливости ради, хотим подметить, что есть те дома, которым, скажем так, повезло, Бог их сохранил. Им практически не досталось. Есть где попитые окна, крыши, но разрухи такой нет. А тут, как вы видите, восстановлению не подлежит. Важно подчеркнуть, что на момент нашего визита уже была проведена колоссальная работа коммунальными службами, частными застройщиками, террабороной и волонтерами по очистке улиц от остатков военной техники, трупов русских солдат и местных мирных жителей. Однако, сравнив знаменитые фотографии, сделанные журналистами сразу после боевых действий, с видеокадрами, попавшими в наш объектив, вы можете убедиться, что это одна и та же локация. Музыка Как в вашей оселе досталось? Музыка Почистили все, что могли. Даже зеркало старое забрали. Мобильное забрали. А вас особисто насильно не видели? Не видели. Розстрелять хотели, не видели. Музыка Музыка Благодаря этому офицеру, что у него дядько служил, я на флоте служил, то он тоже там служил на Тихоокеанском. Это меня спасло. А так, без стрельного ловоза забора, за колону, которую я сфотографировал. Это колонна РОВИ и БУКОВВ. Вот это за это хотели меня. Музыка Ну так, как кому? Кому ничего, кому что-то. Как, как выходит? Деякие вообще дома в своей цели, людей никто не чипал, а деяких побывал. Наверняка до сих пор есть те, кто считает, что все фото взорванных танков и машин в БУЧе – это фейк. Ведь куда можно было так быстро деть такое количество металлолома? Для вас следующие кадры будут особенно ценными. Для нас же увиденное стало настоящим психологическим потрясением. Вы наблюдаете остатки боевой техники. В принципе, это место – это склад, куда вывозят с улиц города БУЧе все то, что осталось после боевых действий. К сожалению, мы здесь наблюдаем и обычные машины людей, которые пытались покинуть город. Картина просто ужасающая. От нее мороз по коже. Надпись на машинах «Мы встречаем дети». Машина полностью расстрелянная. Бывает, пишут уже после того, как уничтожали этот весь транспорт, что проезда нет на русском языке. Сюда приезжают журналисты из разных стран. Буквально мы здесь присутствуем порядка 20 минут. Были из Польши, из Италии, из Соединенных Штатов Америки журналисты, из национального телевидения нашего. Я так представляю, что это место будет еще пополняться вывезенной истребленной техникой и машинами. Жуткое зрелище. Рекомендуем не тратить время на безграмотные комменты, будто это склад танков периода Второй мировой. Даже школьник знает, что под воздействием огня после взрыва с военных и цивильных машин слетает весь лак и краска, в результате чего оголяется металл. Поэтому будет достаточно нескольких дождей, чтобы машина превратилась в нечто похожее на то, что вы видите за моей спиной. На самом деле, не все последствия войны успели вывести на свалку. Ведь помимо центральных улиц города, есть дворы частных домов, куда во время жесткой бойни пожаловало множество незваных инородных тел. Это все прилетело. Вот как оно есть, вот так вот все прилетело до стильняшки. Что, да мы еще два дня вон это. Да и сегодня нашли. Мы были в погребе на той час. Да, чисел. Вот эти вещи их лежат, выкидаем. Наши обуви водили, наши футболки новые забрали, носки. Мы видели, что они ходят по двору, они уже у соседей были. Одну ночь. Да, одну ночь, они в ночи. Светили. Они там остановились, вот эти два дома, соседи к нам перебежали. А эти два дома они заселились, а мы ночью всю сидели и так далее. Ну, шелкнуться боялись. Они с тепловизорами светили, с фонариками. А на следующий день уже технику начали загонять. И до нас постукали в двери. Вивели, человеки вивели. Все життя перед очами пробегло. Что будет дальше, то что мы уже потом чули, что как это все было, то было, конечно. Вот, человек и сын у меня 18 лет. Телефоны забрали. Карточки, сим-карти забрали. Телефоны почистили, потом их еще и поломали. Даже по дороге мы шли и мины, ну, рядом рвали. Такое ощущение, что они начали по нам стреляли. Потому что по забору так, тик-тик-тик-тик. Мы вот так вот прижалися до забору, все кричемо. Никого на улицах немало. Ну, было. Уже трошки відійшли, то я как-то про це розповідаю, уже начали так, трошки так. Но первое время не спали, кошмары. Ну, короче говоря, на психику, конечно, сильно дает. А вот это так и лежало, да? Так, это все, вот как прилетело, я же тебе говорю. Вот летело, разрывало их на куски. А сюда что-то прям попало в гараж? Нет, вот здесь вот, когда шел, они подъехали, они проехали вперед. Мы сидели в подвале. Они проехали по улице вперед, потом там наши встретили их. Они развернулись, и вот здесь одна БМД. Вот здесь вот вторая БМД стояла, люк сгорел под ней. Вот здесь вот. Третья стояла там, БМП уже. Да. Чего они, они минут 15 или, ну минут 10. Может, у нас время так в подвале казалось. Стоят и газуют, стоят и газуют здесь на месте. А потом, как начала вот эта вот вся улица взрываться. Ну, тогда наши били с Байрактарой. Видать, и Террабарона била наша, и с Байрактара. Ну, в общем, здесь по улице их били сильно. И начало все лететь. Ну, я же говорю, два крыша, осколки. Летели, но слава Богу, ни один горящий не попал. Самое страшное, это горящие осколки, когда вот горит все. Тут же сразу загорелись вот эти дома. Ну, гараж тут сразу, ворота вынесло, гараж сгорел. Это ясное дело, что. Самое страшное, дома начали гореть. Ну, мы сразу на 101. Ну, тут бой еще, тут все взрывалось, тут куча снарядов было. Солдаты, они были такие, ну, дети. Дети, 18-20 лет. Ну, честно говоря, вот этих детей жалко. Их привели на убой. Просто-напросто. Зачем? Они своих детей не жалеют. Мы своих детей, за своих детей... Я никогда бы своего ребенка в чужую страну на войну не послал бы. А они взяли своих детей и послали на убой. Я не понимаю просто вот этого. Как можно так? Нашли же баллончик в столе. Я подумала, наверное, в баллон. Не-не-не, они нашли в столе его. А, это наш баллончик? Да, он в столе у Саши лежал. Я думала, это они своим. Вот такая финальная надпись. Последнее, что писали ребята в своей жизни. Положили, почему коврик был... Да, у сына был коврик. Вот это вот так лежало оно все. Что они хотели этим показать, мы так и не поняли. Вот это вот такое на полочке. Это был коврик, мышь под мышку на компьютере. У нас. Вот это так, чисто для рассуждения. А что они этим хотели сказать? Мы так и не поняли. То, что вы нам сказали про... Когда вот это все взрывалось, солдаты с БМД вылетали куски мяса. Просто руки, ноги, головы. Ну, это страшно. Вот именно, что... Вообще... Ну, у нас шматочки разорвало. И здесь мы еще два дня убирали это все. Ну, никто... Ну, наша терроборона приезжала, собирала. Ну... А ихние же они побросали своих. Просто-напросто. Бросили. Правила стрельбы. И управление огнем. Не помогли, конечно, им правила. Знаешь, у меня сын смотрел, говорит, ничего особого. Ну, все равно это как бы их. Ну, вот такую инструкцию с собой ребята носили. Говорят, не бывает войны без мародерства. Хотя каждый по-разному представляет себе этот бесчестный процесс и его последствия. Сказать по правде, мы сами были в шоке, насколько сильно может разниться беспредел мародеров. Подобное слышать неприятно. Однако разбитые витрины магазинов не идут в сравнении с тем, что оставили после себя так называемые освободители, живя в квартирах и домах простых бучанцев. Находимся в одном из домов города Бучи. По сути, соседский дом от того, в котором я жил. И здесь то, что мы можем наблюдать, друзья, ну, это, опять же, сложно описать словами. То, что осталось после пребывания оккупантов. Можете посмотреть сами. Логики взрослого человека может хватить на то, чтобы вместить в голову, почему обезображенные грехом люди, держа в руках автомат и ощущая сиюминутное превосходство, испытывают порочное желание нажиться на чужом имуществе. Однако, какая смысловая нагрузка в том, чтобы оставить после себя такой беспредел? Или для чего разбивать телевизор, если ты не хочешь забирать его себе? Со временем мы отчасти услышали ответ на этот вопрос. Для них это удивление, что, ну, как это люди живут на первом этаже, там, в туалет, в ванн, что есть телевизоры такие большие у нас тут. Для них это чудо было. Для них такая зависть была, что страшное. Баба, которая приходит напротив сарай, заехали туда танком или чем-то, и стреляли по Киеву. А она говорит, сдайтесь. Что? Она говорит, что нам 15 лет тюрьмы грозит. Если мы контрактники, уже все. Назад в врату нет. Разумеется, зависть и безысходность – это взрывоопасная смесь для пробуждения самых низменных качеств в человеке. И, к большому сожалению, эта смесь присутствует во многих русских солдатах. Однако в поисках правды мы осознали, что даже в этих ужасах войны нельзя стричь всех под одну гребенку. Мы не оправдываем злодеяний в Буче и других городах нашей страны, находившихся и находящихся в оккупации. Но как христиане и просто как мыслящие граждане Украины, мы хотим напомнить, что не все русские бесчеловечны. Вскоре вы поймете, на чем основывается это мнение. А пока самое время узнать, какая участь постигла мою личную жилплощадь. Это окна моей однокомнатной квартиры в Буче, которая находится, и в которую мы в день войны перед 24 февраля с семьей приехали, думая здесь продолжать находиться. Потому что, как нам казалось, тут намного безопаснее, чем в Киеве. И моя жена еще упрашивала меня, говорит, давай останемся, дети уставшие, потому что мы с Киева в 5 часов утра выезжали. Внутреннее побуждение было отсюда выезжать. Слава Богу, что откликнулся на этот внутренний голос. Хотя, сказать по правде, тогда, я помню, еще было очень сильно слышно все это эхо от снарядов, от перестрелок в Гастомеле, в ближайшем городе. И люди ходили, вроде бы, как с виду, даже не переживая, надеяясь на то, что пронесет мимо все это горе-несчастье. Но, слава Богу, что мы уехали, друзья. Даже здесь, несмотря на то, что окна этого дома целые, то есть снаряды не попадали, но атмосфера тут, мягко говоря, очень неприятная. Честно говоря, заходить в подъезд было тоже невесело, так как нам нарассказывали о разных несчастных случаях с оставленными минными растяжками, взрывающимися при малейшем прикосновении к ним. К счастью, путь на второй этаж короткий. Однако то, что мы там увидели, поначалу нас, мягко говоря, изрядно подрастроило. К сожалению, хоть с улицы все было нормально, здесь на этаже все весьма приспорно. Идем осторожно, потому что предупреждали, что могли оставлять после себя всякое нехорошее. Вот наша квартира 149 с выломанными дверьми. Видите, тут те, кто уже успел до этого заехать, то запенили, закрывали. Мы вот впервые сюда сейчас заходим. Вроде бы как безопасно. У нас там, наверное, жили люди. Вот наша ванночка. Слушайте, ну слава богу. Это максимальная была агрессия. Сдереть шторку. Ничего не побито. Все хорошо, стекла целы. Шухлядки открывайся. Шухлядки... Да, мы ничего там открывать не будем, но... Смотри, ну, по всей вероятности... Это? Не, Олег, это мы оставили, когда я спал. Да-да-да. Скорее всего, по всей вероятности, люди залезли через окно. Потому что нам было дверь. По следам они... Да, вот, смотри, оно снимает следы. Видно, смотри. Скорее всего, залазили через окно. И потом уже выломали просто дверь с ноги и выходили через двери. Скорее всего, было как-то так. Ну да, потому что с той стороны они так не ломали эти двери, по-любому. Видите? То есть... Ну, не знаю, кто здесь был. Не знаю. Конечно, были люди, которые хотели что-то найти. Ничего здесь найти не смогли. Но квартиру не уничтожили. Это, слава Богу. Что очень важно, друзья мои. Еще раз. На этом месте мы здесь были 24 февраля. С семьей, с тещей, с детьми, с женой, с Назаром, который нас сейчас снимает. И планировали здесь оставаться. Потом еще пошли к друзьям нашим. Возможно, сейчас мы в этот дом подъедем. Там все летело, жужжало. Было страшновастенько. Мы спускались в подвал на всякий случай. И потом, еще раз повторяю, просто по божественному руководству мы собрали все вещи, запаковали машины и поехали. Сейчас мы видим, что все машины, которые остались тут с разбитыми стеклами, аптеки тут, лавочки перевернутые. В общем, было здесь. Даже, судя по всему, танк заезжал в отбор, потому что есть следы. Поэтому Бог уберег и нашу квартиру, и наши жизни, и искреннее соболезнование тем, кому не так повезло. Собственно, как большинству владельцев квартир из соседнего жилого комплекса, который находится буквально в 50 метрах от нашего дома. Как видите, здесь вырисовывается куда более печальная картина. Мои дети уехали на третий день, а я была здесь 16 дней. Ну, это мой дом. Честно говоря, у меня просто было зла, что обстоятельства, и вообще кто-то меня выгоняет, собственно, я не хотела никуда ехать. Ваша квартира пострадала? Конечно. Все пострадали, смотрите, ни одного целого окна. Поиндевали, вообще, такой красивый комплекс. У нас летом дети босиком бегали, потому что двор мыли каждый день. Моя внучка, она здесь бегала. А сейчас просто мы два дня гребли, и уже на второй день у меня было такое отчаяние, что гребешь, потому что толку никакого. Да, страшно представить, какое количество семей, годами копивших на собственное жилье, в одночасье лишились всего. Среди таковых есть и немало родных моему сердцу людей. Один из этих домов моего близкого друга, которого здесь нет, но есть его сосед, который согласился нам все здесь показать. Александр, здравствуйте. Бат какой из этих? Вот этот, да? Да, соответственно. Вот они, по-другому. Во-первых, по-другому. Во-первых, наши соболезнования, хоть это и материальные, но, как говорится, душа сюда вложена все равно, поэтому... Мы всю жизнь стремились к этому. Да, соболезнования. Да, соболезнования. Руками лучше не трогать, но уже... Да, это уже трогалось. Вот такая беда. Вот так оно выглядит, какая-то из ее частей. Мы в этом, как говорится, не специалисты. Ну что, смотрите, тут есть еще остатки, остатки былого уюта. Стульчики некоторые даже уцелели, не сцелели. Только небольшие дырочки. Вот, если получится, мы сейчас где-то покажем, как это было все до этого несчастья. Стульчики. 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 Раз, два, три! Семья моих друзей с большим трепетом относилась ко всем деталям созиданий по-настоящему теплого домашнего очага. Они вкладывали сюда не просто финансы, но и собственные силы, время, сердце. Утешение находят лишь в искренней вере и надежде на Бога. Наверное, только так и можно пережить подобные испытания, не обозлившись на весь мир и не впадая в отчаяние. Все понятно. Женя, дай Бог возможностей построить нечто новое, не менее уютное и дорогое вашей семье. Чтобы лишиться жилища во время войны не обязательно, чтобы оно сгорело до тла. Если ты одинокий пожилой человек, то даже просто пробитой крыши достаточно, чтобы твой дом медленно, но неуклонно становился непригодным для жизни. Залатать крышу самостоятельно ты не в силах, а ожидать помощи при нынешних обстоятельствах сродни великому чуду, ведь у каждого здесь своей беды и хватает. Вот сюда залетела снаряд у нас. Он там лежит. Тут все разрушено, течет, тазики кругом стоят, на кухне стоят, везде стоят. Встали вот здесь танк, с другой стороны танк. И они тут были, да не знаю, вот так, сперва проехали вот так, для соседей. Прямо на танке, что ли? Прямо на танке. Вот рейки, вот это все было загорожено. И поехали туда, поехали обратно. Первое, что были, двое разбили окно. А мы сидели телевизор, мы смотрели. Разбили окно. И автомат, вот нацок на ствол. Мы вообще были такие шахованы. Ну, что вам сказать. До сих пор, теперь вот немножко, как будто бы отходит. А теперь какая-то слабость, какой-то, ну, в общем хочется плакать. Знаете, теперь вот даже шум машин, которые сейчас проезжают, такое кажется, что танк едет. От этого вот, вот это, я не знаю, как, ну, здесь приходил военный, он за, отсюда залазил, снял и сказал, что не трогать. А почему не трогать, не знаю. Пришел такой, вроде скромненький, с автоматом. Вот. У вас мобильники есть, а я старый. Ну, потому что не испугалась автоматом. Ну, старый, нет, я не, 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 я не испугалась. Просто это самое, мобильники, думаю, зачем. Ну, мобильники нужны, для чего, не знаю. Вынесло мобильники. Папин и, эээ, это, мужа и свой. Он забрал их. И все. И это самое, растращил. И это самое, у нас ни сообщения, ничего не было. Слава Богу, что уже налажена не только мобильная связь, но и серьезные поставки продуктов, которые регулярно поступают в бучу десятками грузовых машин разного размаха. Как видите, гуманитарная помощь поступает в огромном количестве. За мной разгружают фуру, друзья мои, в местную церковь, на Бучанскую. Поэтому, слава Богу, что люди жертвуют, проявляют участие. Главное знать, что сюда жертвовать. Мы постараемся узнать у местных жителей, в чем они имеют нужду. Потому что, как выяснилось предварительно, то очень многие продукты у них уже в огромном достатке. Что побудило тебя сюда приехать в Виннице, с тихого мирного города относительно? Я, по-перше, люблю допомогать. Мне приятно делать людям добро, даже не чекаясь от этого ничего. Это просто спокойствие души. Я знаю, что тут больше людям нужно допомога. Тут много разрушений. Надо все это поприбирать. Кто-то может это сделать. Я готов. Всегда. После таких вдохновляющих волонтерских оттенков, позвольте на несколько минут сгустить краски. Возможно, не все соотечественники нас поймут, и, быть может, это прозвучит крайне непатриотично. Однако, в рамках информационной войны нам было принципиально важно перепроверить, услышав из уст очевидцев, действительно ли здесь были убийства мирных жителей, или все же это лишь выдумки профессиональных украинских журналистов. Ходили солдаты молодые, с шильдиком студентов просто. Спрашивали, где тут что, какие продуктовые, туда-сюда. Я с ними общался, стрелял в сигареты у них. Ну, пытался контакт наладить какой-то адекватный. Просил, чтобы там нас не трогали. На вашей улице много людей пострадало непосредственно? Дома разрушены. Погибших нет. Только там, смотри, кого были хлопцы. Ну, сорока летних. Много и деток. К мужу поставили автомат под горло и сказали, что если у тебя есть минута, чтобы выложить там радиопередатчики, какие-то оружие. Он говорит, что я говорю, ребята, мы кушать, варим. И такие же, ну, здесь живем просто, потому что дети у нас, бабушки. Ну, короче, двоих закрыли вообще в своих комнатках. Коморки. Ну, пугали, давили на психику. Ну, слава богу, что они могли убить, потому что муж говорит, у меня перед глазами говорит, все такое, говорит, вообще было. У нас прихожанка из нашего храма, ее дочку убила. Я просто вжахнулась, как мы могли бегать. Потому что столько людей просто на улице. Женщину в школе нашли. Ну, это тоже не в этот же день погибло. Когда русские ходили, ну, в школе они там, когда начали стрелять, вот тогда они начали убивать. Проверили документы, документы они вернули. Телефоны взяли во всех, забрали телефоны. И так, хопа, не понравилось, хопа, подпалили. Ну, мы бачили, ось тут лежали люди, там женок поховали. Мы бачили, а мы думали, что это случайно. И мы вот так перебегали. Бегом, 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 чтобы нас не прострелили. На Яблонской там было, может быть, до 20 трупов. И на комплектации там 10. Ну, Кирово, Яблонівська. Там даже мы ходили за едой. Обратно шли, велосипед валяется один, потом другой. Потом мотороллер. Вот это самый парень живет. Убили, говорит, убили. По одному, на мотороллере вроде двоих. Ну, это все на Яблонівське. И трупы лежали. Тут в доме живут, их зятя убили. Тоже долго лежал на Яблонівське. Просто так. Человек едет на велосипеде, убили и все. Вот в этом доме, друзья мои, я прожил три с лишним года, когда учился в семинарии. Много прекрасных воспоминаний с этим местом. Слава Богу, он целый. Здесь вот рядышком буквально напротив. Немного не повезло с заборчиком. Но это мелочи. Я что хотел сказать основное, друзья. Вот мы сейчас быстренько пройдемся по этой улице. И там я вам покажу следующую улицу, которая, к сожалению, приняла больше всего трупов мирных жителей. Она известная по фотографиям в интернете. Сейчас посмотрим. Вот, друзья, мы вышли на эту улицу Яблонская, бывшая Кирова. Вот она идет оттуда и дальше через перекресток. Здесь находятся остатки страгедии. Круг уже все позабирали. Но зрелище все равно очень, очень сильно неприятное. По этой улице, как говорят все местные жители, которые были свидетелями этой войны, не выезжали во время войны. Что умерло больше всего мирных жителей, они рассказывают. Именно здесь. И на мотороллере, и на велосипедах. И просто когда с продуктами шли из магазинов. Для меня эта улица очень родная, потому что вот каждый день я ходил туда в магазин, в фору. Поэтому для меня, конечно, это все слышать очень жуткая, страшная война, друзья. Это война. Вы на Склазовоцкий? Да, мы на Склазовоцкий. Вы особисто чули, че бачили, что расстреливали мирных жителей? Да. Чули? Мы вышли из подъезда. И как раз началась эта стрельба. Мы слышали, что они убивали людей, каждый день они убивали по 2-3 человека. Соседей убили? Да. Соседей у нас, наших соседей там убили. Это уже, по-моему, вчера или позавчера их забрали, выкопали там. А вы не слышали, ну, взагалі, с каких причин у них были какие-то причины на это? Тобто, ну, они там супротив какие-то чинили им? Чи чему они... Ничего, ничего, никакого супротива не было. Мирные люди. Вот оттуда напротив третьей школы, но на нашей стороне убили деда. Где-то после комендантского часа в районе там 7-8 вечера гулял с собакой, побежал за собакой, его застрелили. Одна пуля в плечо, вторая в живот. Его потом принесли сюда в аптеку положили, потом его мужики пошли похоронили, там после многих было. Уже их эксгумировали. И было напротив латка с той стороны, тоже там посреди ночи снайпер снял мужика лет сорока такого. Без документов, без ничего, у него там в кармане 30 евреев. Прямое в голову, там мозги наружу, полбашки нету. Ну, как оккупация спала, потому что по той стороне там шариться очень опасно было. Либо со школы где могли снять, либо с континента, там со стройки. Мы брали веревку 50-метровую, крюк, цепляли его, переворачивали, прячась там за фурой. Ну, вдруг он там на гранате лежит, на растяжке и что-то такое. Заматывали в ковер и тоже копали могилу, хоронили. Я прошу, а вы особисто трупы видели? Бачили, мы вот тут, вот тут особисто, мы забирали маму, но мы как-то не заметили. Вот тут танк, под этим домом стоял вот так вот танк. А они вот там выходили. А они выходили из этого дома. Нет, нет, меня не снимайте. Вон там, где балкон на первом этаже, они выходили и курили там. Да, два офицера. А там где девятиэтажный дом, вот тут. Танк стоял. И мы, когда уже повертали, они давали даже захоронить. Вот, они не давали. А тогда мы, как сюда ехали, то мы бачили трупы и все стреляли в голову. Это мирные жители. Мирные жители просто. А там дети за перекрестком до этого машины выехали, а там дети на велосипедах тоже стреляли. Да, ну уже позабирали там семья, да. А так люди ось в переулках, ось там по Горького, там у нас вулиця, то трупы были, а потом мы уже их собирали. Вот здесь на четвертом этаже семья жила. И они каждый день ходили к тёще. Ну вот, они так всегда одевали беленькие сучки такие, шли к тёще. Каждый день они ходили-ходили, и вот буквально перед концом, вот как наши солдаты должны были прийти, её сразу убил снайпер. Он хотел забрать жену, потому что снайпер её убил. А его разделили до гола, смотрели татуировки, может что-то им там на теле написано, вы понимаете. Ну они больные люди, я говорю. И его тоже потом... Нет, он нормальный пришёл, но он с дочкой и жены, вот буквально жена такая, господи, я говорю, такая женщина просто. За два дня до того, как солдаты... То есть они были вместе и при... Её снайпер просто в голову сразу. Снял. Снайпер её сразу, вот они здесь на четвертом этаже. Сейчас ходит информация среди россиян, что это постанова, что это привезли сюда украинские войскови, эти трупы. Вы что-то такое взагалі могли... Не. Не. Оно у нас на глазах было, мы уже там всё видели. У нас оно на... Мы уже в оккупации, в окружении были. Мы... Отсюда не выезжали. Всё, оно стреляли, стреляли эти трупы, мы сами собирали. Как же ж... Это... Не-не-не. Мы... Это не монтаж, не инсценировка, это правда. Правда. Всё-все правда, всё инсценировка, всё-все правда. Мы с самого начала не ставили цель делать этот ролик психологически тяжёлым, и по факту некоторые жёсткие кадры нарочно вам не показываем. Однако, находясь там по месту, любопытство взяло вверх, и мы решили поехать по наводкам к дому, в котором, по словам очевидцев, происходили реально жуткие вещи. Ещё на въезде во двор мы ощутили особо мрачную атмосферу. В глаза сразу бросились приоткрытые двери одного из подвалов этого дома. Недавно застывшая кровь на ступеньках и гильзы от патронов подводили к выводу, что здесь действительно случилось нечто плохое. Металлические двери в подвал были приоткрыты сантиметров на пять, но мы боялись зайти вовнутрь, во-первых, опасаясь растяжек, во-вторых, реально было не по себе от того, что мы там можем увидеть. Жажда узнать правду или, опять-таки, простое человеческое любопытство победило, и я начал искать дополнительный способ относительно безопасного открытия дверей. Внезапно мы услышали голос. В подвал хотим зайти. Какого хера туда вы хотите зайти? Чтобы снять? А? Не с этого. Так и кого вы резете в чужий подвал? В общем, зайти в подвал нам так и не удалось. Кто знает, быть может сам Бог уберег нас от каких-то по-настоящему неприятных последствий. Музыка Была ситуация, что это было 22 марта. Мужики наши с парадного вышли готовить кушать. Пришли четыре солдата. Пацаны были с телефоном. Кстати. Насчет телефонов. Я так понял, они все телефоны хотели, да, получается? Интересно подметить, что практически каждый, переживший оккупацию гучанец, упоминал о том, что русские солдаты ломали или сжигали телефоны местных жителей. Русские солдаты делали все возможное, чтобы не осталось никаких фото и видеосвидетельств реально происходящего в Гуче. Вы что-то снимали? Нет. У меня... А, у вас не... Да. Те, кто снимали, те, похоже, уже на том что... Да. Вы говорите... Они проверялись. Однако нам удалось найти одного мужчину, который все же сохранил несколько кадров с активной фазой боевых действий. С подъезда, наверное? Да. Ага. Ну, возле лифта сидели. Горелось еще. Нет, это как раз еще все взрывалось, еще работали. Мы же еще в подъезде отсиживались. Потому что, ну, самое безопасное место возле лифта. И с двух сторон минимум две несутки. Ага. Я просто увидел, что идут и начал искать, где будет видно. И когда нашел место, сейчас зум приближу. Ага. Ага. Поехали. Это вот первые кадры, когда они заходили. А вот то видео, это вторые. Ага. Когда уже их тут... Начали аготеть, да? 30 танковых... Я насчитал 30 единиц. Тут еще вот этот. Ну, вот этот точно. Ну, треть где-то там осталось. Там как получилось? Туда... Артиллерия так, конечно, не промахивалась. Это просто, когда в танке, видать, боевой комплект сорвался. А это ж весь запас снарядов. Грохот такой, что, кажется, десятиэтажка под тобой тупо подпрыгнула. И, видать, отлетела, долетела до дома. Загорелся один, и потом еще на два перекинулась. И вот это прям, когда бой закончился... Ну, это я во время прям еще выходил, смотрел. Почему я переживал, что не горит ли наш дом? Потом не эвакуируешься, то есть надо что-то думать. Ну, вот так оно тут примерно было. Ну, да. Тут реально 41-й год, ну, без всякого преувеличения. Не знаем, как насчет 41-го, но так или иначе, трудно представить, как тут гремело, если даже при падающем снаряде за несколько километров, которые мы с детьми слышали лично в первый день войны, было жутко страшно. А здесь взрывается у тебя прямо под домом. И, кстати, настоящая опасность снарядов кроется совсем не там, где думают многие. Позвольте проиллюстрировать один важный момент в этой связи. Это квартира моих друзей. Изнутри, как видите, в целом здесь все нормально, ничего глобально не пострадало. Выбиты окна, которые уже сейчас мы заклеили. Но очень интересный нюанс, который хочется рассказать в этой связи. Когда ты изначально думаешь про войну, ты думаешь, это что-то связанное с какими-то взрывами непосредственно в доме, например, и для мирных жителей это страшно, ужасно. Хотим наглядно продемонстрировать, что значит взорвавшийся снаряд в десятках метрах от дома, который дом не подпалил, ничего взрывоопасного самим домом не сделал. Но обратите внимание, друзья мои, вот этот осколочек, это не пластик изнутри, ничего подобного. Это металлический осколок, который пролетел вот там, Сань, да? Сань, вот там? Да, скорее всего он залетел вот там, разбил кусок это и повиснул на вот этой вот тюле. Мы покажем сейчас, как оно там в тюле застряло изначально, как это выглядело. И обратите внимание, откуда он прилетел. Просто вот на секундочку, смотрите. Вот тут, как вы видите, машина и возле машины, ну то, что осталось от машины, и вот там это, как это, почтомат, да? Новой почты. Почтомат Новой почты. Этот кусочек летел оттуда, друзья мои. Представьте себе. Вот там воронка, кстати, видно отсюда тоже. Мы, может, ближе тоже снимем чуток. Вот воронка от снаряда. Вроде бы там все нормально, мы еще глянули. Ну ничего страшного, а посмотрите, что происходит. Поэтому, друзья мои, вот, кстати, сюда сквозь штору пролетело. Это, скорее всего, этот маленький осколочек, да? Это другой. И вот еще в стенке. И вот на стенке. То есть, вроде бы нету глобального урона, но для жизни все равно это может быть смертельно опасно. Поэтому, когда действительно говорят, есть тревога, сирены когда воют, то лучше прятаться как минимум за двумя стенами, а еще лучше в бомбоубежище. А вот еще небольшие осколки, которые поразбивали, ну, другие стекла. Да, то есть вот такая маленькая штучка, казалось бы, ну, что она может сделать? Окно вылетает только так. Это тоже кусочек металла. Это тоже. Ох, запах свежий. Окно вылетает только так, а если попадает в человека, то, сами понимаете, приятного мало. Посмотрите, давайте поближе посмотрим на место, где взорвался этот снаряд. Вот. То, что осталось от машинки, как вы говорили. А это тот вот почтомат. В общем, что-то не буду трогать. Этот кусок сто процентов отсюда, мы не ошибались. Вот туда он прилетел, где мы его доставали. А вот машина наша, но друга моего, на которой неоднократно мы катались. Сами вы помните. Где-то сейчас вот найдем кадры с целой еще этой машиной. Она, по сути, конечно, пострадала не так сильно, как ее соседка. Говорят, что не так сложно восстановить. Ну, просто для чего мы это показываем? Опять же, чтобы вы все видели, что это не какие-то там левые машины откуда-то взятые. Нет, все вот здесь вот так вот и стояло. Хотите верьте, хотите нет, но, как уже было сказано ранее, этот документальный фильм мы снимали не для того, чтобы вызвать еще больше ненависти к русскому народу. Более того, мы осознанно решили напоследок еще раз подчеркнуть важную мысль. Нельзя судить всех русских по поступкам самых бесчеловечных из них. И как бы странно это ни звучало, об этом говорили даже те, кто непосредственно прошел все ужасы пучи. Вы знаете, я вам скажу правду. У нас, мы даже, вот, мы даже бегали, били по вязкам в лекарню за леками. У нас приходили россияне, вот они и разные. У нас тут блокпост стоял, и тут. Они очень лояльны, вот, очень лояльны. Мы даже могли сказать, а что вы сюда пришли? Кого вы тут, ну, на русском, может, кого вы здесь ищете? Мы пришли защищать русский мир. Я говорю, да тут через одного на русском языке разговаривают. Вот, и как вы могли защищать этот русский мир? Скажите, пожалуйста, как обращались с вами, с вашими соседями, знакомыми, русские солдаты? Ну, вот, как есть, скажите. Именно здесь, именно здесь. Здесь они, ну, они пришли, попили и ушли. Вот они нам предлагают, поедем в Белоруссию, поедем в Россию. Мы говорим, что наш тут пуп закопан, наша тут родина. Это наша батьковщина. Мы тут родились, и дяди, и прадеди. Если нам судилось и померти, то мы будем тут помирать. Не нужно нас защищать. Ну, знаете, были какие-то люди. Я скажу, потому что они, ну, без претензий до них. Ничего не могу сказать. Провели нас, довели туди до будинку девятиэтажного. Збили нам замок. Сидите, каже, тут. Ну, то есть мы будем стрелять, вы, каже, только не выходьте. Мы, да, дальше говорим, ребята, отпустите. Ну, денег нету, говорим. Один из солдат говорит, мы бы сами заплатили, чтобы отсюда уехать. Говорит, быстрее. Ну, нам дали команду за два дня Киев. А другой, говорит, у меня жена и ребенок ждут, говорит, да. Я, говорит, тоже не хочу здесь так долго быть. Мне, говорит, дали команду. Ну, нас, говорит, послали. Сюда послали, говорит. Мы, говорит, сами, говорит, с удовольствием отсюда уехали. Скажем так, что нам дуже сильно повезло, что до нас зашли таки. Все зависит от того, как ты с ними общался. Если ты там нормально пытаешься идти на контакт, тебя там трогать никто не будет. Если ты начинаешь, ну, это так, по уходу скажу. Если ты начинаешь, называется, то не материться нельзя, наверное. Сильно себя дерзко вести, типа, что вы пришли на нашу землю и так далее. Начинаешь их злить, ну, лежи с завязанными руками с нас определенной головой. А до нашей соседки тоже приходили эти ж хлопцы. И они, три. И она, говорит, человек ей говорит, давайте мы вас сховаем, а вы сдастись. Вы же пришли сюда умирать. Кого вы тут захищаете? А два згодились. Говорят, нам лучше сдаться. А один – нет. Ну, тогда же их будут шукать уже по всему этих хатах. Они говорят, вам еще, говорит, повезло, что мы здесь. Говорят, если бы были, ну, зашли к вам кадыровцы, говорит, сперва плетела граната, а потом бы уже, говорит, они заходили к вам в дом. Это их слова, это правда, это я сам лично слышал. То есть, я же говорю, нам единственное повезло, что ребята были нормальные. Это поэтому мы и живых остались. Друзья, официальная информация. Если вдруг у кого-то будет желание помочь Буча и близлежащим городам, селам, то хлеба, еды предостаточно. Вот, например, Александр, кстати, подписан на наш канал, что интересно, случайно встретил нас. У него машина забита формами. Вот такая помощь актуальна. Потому что домашних животных очень много. Также… Врушенных, кинутых. Да, также нам говорят, что порошки, мыло. Саша представитель церкви, которая здесь находится рядом с нами, которая помогает как раз то, что нам рассказывали. Так что слава Богу, что верующие люди активно действуют. Это прям обнадеживает. Снаружи все приходят туда ночевать. Прямое свидетельство. Тимур, скажи, пожалуйста, откуда у тебя мужества хватило все это пережить? Сам не знаю. Сам не знаешь. Но у тебя вид очень серьезный. Вот я на тебя смотрю и думаю, ты, конечно, теперь, я не знаю, уже, наверное, ничего бояться не будешь. Ну, как бояться не буду. Буду бояться, конечно. Очень серьезный парень. А сильно гремело здесь? Ну, вот, взрывы сильно ты слышал? Самые сильные взрывы – это когда наши их выкуривали. Ага. Ясно. Это у тебя родители так говорят? Нет, нет, нет. Понял. А ты в подвале пережидал или ты всегда был дома в квартире? Нет, я в подвале, то в парадном, то в подвале, то в парадном. Когда сильно бомбили, то есть выкуривали, то я тогда хотел… Ну, мы тогда спускались в подвал, а когда уже затихло, мы поднимались в парадное. А сирены было слышно? То есть сирены и вы спускались в подвал? Нет, сирены не было слышно. Потому что тут постоянно должны были быть сирены, да? Вообще не было. Я помню, когда жил здесь еще и думал, насколько развивается город, насколько перспективно. Вот уже эпицентр стоит, все есть, вся инфраструктура. Сейчас, как вы видите, все не так радужно, как было тогда в грезах местных жителей. Конечно, все те, кто остались здесь, они надеются, верят в то, что все будет восстановлено в ближайшее время. Мы все понимаем, что будет зависеть это от того, как дальше будут развиваться события. И, конечно же, как мирные люди, мы надеемся, что Господь избавит от дальнейшей разрухи и еще будет время мира. Скажи, с чего бы ты больше всего хотел вот так вот в этом всем контексте? Какая у тебя мечта самая большая сейчас? Хорошо, война закончилась. Что ж, имеющий уши услышал, имеющий глаза увидел. Дай Бог всем мудрости сделать правильные выводы. Как христиане, мы бы хотели завершить этот фильм просто, но не стандартно, молитвой. Отче наш, сущий на небесах, ты наша единственная надежда. Прости грехи наши, прости, когда виним тебя в наших бедах. Накажи виновных. Сохрани беззащитных. Восстанови справедливость. Излечи раны и разбитые сердца. Сбереги остатки человечности в человечестве. Помоги уверовать в тебя тем, кто пока далек от твоей любви. Останови войну. Но да будет воля твоя на земле, как и на небе. И самое главное, гряди скорее. Гряди скорее, наш Спаситель. Аминь.